Вести Ульяновск на телеканале Россия. Здравствуйте, смотрите в нашем выпуске. Все понарастающие снежные заносы, транспортные ограничения и градус людского возмущения. Как в регионе переживают многодневную метель. Более 800 ульяновцев добровольно заключили контракт с Министерством обороны и отправились в зону специальной военной операции. И новое стоматологическое оборудование в Центре специализированных видов медицинской помощи только пришло и уже работает. По данным Гидрометеоцентра, снегопады и метель в регион принес балканский циклон. С сегодняшнего дня ульяновцев ждут похолодания, а затем потепления, при котором возможен ледяной дождь. Тем временем коммунальные службы продолжают спасать город из снежного плена. В нашем материале хроника борьбы со стихией, которую запечатлели съемочные группы «Вестей накануне». Долго ждали, она ворвалась без стука. Обильный снегопад сменила затяжная метель. Всем стало ясно, зима пришла. За последние трое суток в Ульяновске выпала месячная норма осадков. Завалы разгребают уже два дня и две ночи. Снега много, он идет круглосуточно практически. По 11 часов приходится работать. Плохие погодные условия заставили остаться сегодня в областном центре иногородних жителей. Утром на ульяновском автовокзале отменяли один рейс за другим. Водитель сказал, что дальше мы не поедем, что нас могут остановить в Тагае и застрянем там. Плохо транспорт ходил и в Ульяновске. Люди мерзли на остановках и опаздывали на работу. Градус пассажирского возмущения накалялся. Вы знаете, три дня уже снег идет, а дорожники, я не знаю, о чем думали. Это что такое? Что, первый год зима? К ответу городских чиновников призвал глава города. Выговор объявлен директору дорожьем строя и начальнику транспортного управления. Вы знаете, почему люди могут приехать на работу? За вашего разгильдяйства. Они мне доложили вчера, 400 с лишним тонн рассыпали по СС. Пройсти завтра расследование сегодня и доложили, что за машины у них там рассыпают. Маршрутки с любви не могут подняться. Дорогу почти не считают. А подняться не могут. На обоих выговор сегодня объявить. По сугробам во дворах много квартирных домов. Можно составлять рейтинг управляющих компаний. Где не пройти, не проехать, пора отбирать лицензию. Где чисто, значит коммунальщики знают свое дело. Снег-то сыпет и сыпет его больше и больше. Чем больше снега, тем больше работы. Лучше периодически проехать и убрать. У дальнобойщиков выбора сегодня не было. Движение фуры остановили рано утром. Большие грузы припарковали к обочинам сотрудники ГИБДД. Водители отнеслись к вынужденному простою с пониманием. Я считаю, что правильно сделали. Меньше аварий будет. Лучше подождать, а потом нормально ехать. А то сейчас, как вчера ехали, на дороге повисли на мосту. А потом собралась большая пробка. Больше времени уходит, конечно, на это все. Лучше подождать немножко, а потом уж спокойно ехать. Не в черте города. У застрявших на дороге оптимизма гораздо меньше. На границе с Самарской областью днем выстроилась огромная вереница грузовиков. Терпение и топливо было на исходе. Ограничение движения введено до тех пор, пока метель не стихнет. Прогноз остается неблагоприятным. На дорогах снежные заносы, ветер с порывами до 20 метров в секунду, по востоку области сильный снег. Дмитрий Емельянов, Сергей Свешников, Артем Петров, Юрий Давыдов. Вести Ульяновск. Ситуация с разгулявшейся стихией требует от всех слаженной командной работы. Об этом говорили уже на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в правительстве региона. Глава области поручил организовать круглосуточный оперштаб по ликвидации последствий стихии и оказанию помощи людям. На круглосуточный режим переходят и муниципальные штабы. Главная задача – спасти жизни людей, избежать обморожений, травмы, увечий. Информацию о ситуации по всем направлениям поручено обновлять каждые два часа. Главам администрации, все находятся на ВКС, я вас вижу, сформировать отряды волонтеров, обеспечить их транспортом, снабдить питанием и отправлять на помощь людям, которые оказались скованными на межрегиональных трассах. Группы волонтеров формировать из числа жителей муниципалитетов, которые находятся поблизости к трассам. Оказать содействие сотрудникам МЧС по спасению людей. Для всех застрявших на трассах организуют пункты для ночлега, обогрева и приема пищи. Минтранс откроет горячую линию по ситуации на дорогах и работе общественного транспорта. Задействованы также 26 онлайн-камер, функционируют метеостанции, которые позволяют в режиме реального времени оценивать ситуацию, которая происходит на дорогах. С 9.45 часов текущего дня введено временное ограничение движения автобусов, которые осуществляют пассажирские перевозки и грузовых транспортных средств на федеральных автомобильных дорогах. На подмогу неисправному автотранспорту на дороге выведут тягачи. На уборку последствий стихии бросят всю технику, имеющуюся в регионе. Администрации областной столицы рекомендовано обратиться за содействием крупным строительным компаниям. Своих ресурсов явно недостаточно. Комбинированных машин 37 единиц, за Волгой же 9 единиц, трактора и бакетная очистка тротуаров, остановок, пешеходных переходов 16 единиц, в том числе 8 единиц за Волгой. Дворников задействованы 75 человек. Во вторую смену запланировано 80 единиц спецтехники. На расчистку улиц и дорог понадобится время, поэтому глава региона адресовал отдельную просьбу к работодателям лояльно отнестись к сотрудникам по объективным причинам, опоздавшим на работу. Гульнара Шарипова, Юрий Давыдов, Вести, Ульяновск. Добровольцы собираются в зону специальной военной операции. Решение стать военнослужащим у каждого добровольца было осознанным. Ульяновцами движет желание помочь своим на фронте и встать на защиту жителей присоединенных российских территорий. Я так-то патриот вообще-то, долго ждал повестки по мобилизации, не было. Вот решил такое принять решение, пойти все-таки как-то, это же наша земля, там же наши земляки. Позвонили с администрацией, потом с военкомата, предложили, согласился. Граждане Ульяновской области активно принимают участие при заключении контракта. Пункт отбора на военнослужбу по контракту город Ульяновск работает в круглосуточном режиме, можно приходить в любое время, дежурным по пункту отбора встретят и объяснить процедуру оформления кандидата для поступления военнослужащих по контракту. Более 800 земляков заключили контракт с Министерством обороны России с весны текущего года. Напомню, что отправившимся в зону СВО бойцам положено единовременное выплата в размере 195 тысяч рублей и ежемесячное денежное довольствие в 210 тысяч, а также региональная поддержка в 105 тысяч рублей. Кроме этого, губернатор Ульяновской области лично предоставляет военнослужащим дополнительное снаряжение. Лечение зубов на новом уровне. В поликлинике Ульяновского областного центра специализированных видов медицинской помощи имени Чучкалова появилось новое стоматологическое оборудование. Два рабочих места зубных врачей теперь оснащены современной аппаратурой, которая удобнее и для медицинского персонала, и для пациентов. Новая техника поступила в Центр медпомощи буквально на днях. Врачи после ознакомления с оборудованием сразу же приступили к приему пациентов. Оно, конечно, более современное, намного современное, очень удобно для пациента в плане того, что положение, кресло. Есть много функций, которых у нас до этого не было. В частности, встроенная ультразвуковая установочка, слюноотсос, фотополимеризирующая лампа. Медоборудование поступило благодаря реализации НАС-проектов в сфере здравоохранения. Продолжается оснащение современной техникой и других лечебных учреждений региона. Вести Ульяновск на телеканале России. Мы продолжаем. Призывал к свержению действующей власти и делал это публично. У ФСБ России по Ульяновской области выявлена и пресчена противоправная деятельность жителя Ульяновска, совершившего публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в социальных сетях. Мужчина делал это на своей странице ВКонтакте, а также на собственном канале видеохостинга Ютуб. На основании материалов оперативно-розыскной деятельности следственным отделом ФСБ в отношении указанного лица возбуждено и расследовано 6 уголовных дел о совершении преступления, предусмотренных частью 2 статьи 205 Прин. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации публичный призыв к осуществлению террористической деятельности. Приговором Центрального окружного военного суда фигурант признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений. Ульяновцу назначено наказание в виде штрафа в размере 370 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу. Все больше ульяновских школьников задумывается о будущей профессии с юных лет, а помогают им в этом образовательные проекты. По ступеням профессии профориенционная игра, которая дает школьникам возможность примерить на себя разные специальности, узнать о профессиях, которые востребованы сегодня, определить свой жизненный вектор. Ученик 49-й школы Степан Пищалов уже знает, кем хочет стать, когда вырастет. Я хочу стать юристом, помогать людям, ну и защищать себя снова. Образовательную игру для школьников провели в Центре, опережающей профессиональной подготовки, и площадка эта выбрана не случайно. Этот центр помогает индивидуально подобрать траекторию развития, начиная со школьного возраста и даже включая пенсионеров. Поэтому, зная ресурсы этого центра, я думаю, что начальники управления образованием более активно будут вовлечены в эту работу. Здесь же Минпросвещение подвело итоги реализации в регионе нацпроекта образования. В этом году открыли около 5000 новых образовательных объектов, в их числе детский технопарк «Кванториум» на базе 6-й гимназии, IT-куб в 74-й школе, 38 образовательных центров «Точка роста» и больше 4500 мест дополнительного образования. Ремонтируется школа и закупается необходимое оборудование. Наталья Семенова отметила, что курс при образовании будет продолжен. Сегодня в Ульяновске стартует трехдневный географический фестиваль «Фрегат Паллада». Во Дворце творчества детей и молодежи будут работать 50 интерактивных площадок. Гостей ждет общение с путешественниками, спортсменами и туристами. На мастер-классах можно приготовить блюда национальных, кухонь по волжье, научиться играть на народных инструментах и проявить ловкость на интерактивном скалодроме. Как правило, участниками фестиваля становятся школьники среднего школьного возраста, 3, 5, 7 класса, но каждый год все, кто приходит, мы еще раз убеждаемся, что фестиваль интересен всем. И более старшим ребятам, и студентам, обучающимся в учреждениях среднего специального образования, студентов вузов, семьям, всех, кого интересуют вопросы географии, этнографии, биологии, экологии. Одной из самых интересных обещает быть площадка Ундровского палеонологического музея. На обозрение посетителей выставят трехметровый скелет мамонта. Это его длина. Высота он больше двух метров, а возраст костя оценивается в 30 тысяч лет. Останки животного нашли в вечной мерзлоте в Якутии. Мы постараемся представить самые такие яркие экспонаты, которые мы можем действительно здесь разместить в эти дни. Вот покажем новые экспонаты, которые совсем недавно были переданы в музей. Это череп шерстистого носорога из районов Вечной Мерзлоты. Вот и череп ископаемого земноводного лабиринтодонта. Частью фрегата Паллада станет этнографический фестиваль «Территория Дружбы». Мы предложим гостям инсталляции, состоящие из четырех национальных домов. Русский дом, татарский дом, чувашский, мордовский дом. И в каждом доме будет выставлена утварь бытовая, предметы обихода. И в каждом доме будет гостей встречать гостеприимная хозяюшка. Площадки географического фестиваля работают с 10 утра и до 16 часов. Вход для всех желающих свободный. Ульяновская художница в числе лучших. 15-летняя Василиса Карпушина стала победителем всероссийского конкурса детского рисунка «Место, где сердце». По итогам открытого голосования конкурсная работа «Улочки города» вошла в число лучших. На картине изображены дети, играющие на улице в исторической части Ульяновска, на улице Левчика. Мне дали выбор из фотографий. Выбрала тот, который подходил под формат. Детей и собак нарисовала потом. Подходила под тематику конкурса, насчет победы не ожидала. Несмотря на то, что сама Василиса оценивает свою работу скромно, ее высоко отметили специалисты. Оригинал сейчас находится на городской выставке в стенах детской библиотеки имени Аксакова. А в седьмой детской школе искусств, где и постигала азы живописи, юная художница продемонстрировали своеобразный эскиз работы. Победа в конкурсе – это, естественно, значимые события для каждого ребенка. Это такая ступенька в развитии творческого потенциала. Дети, которые участвуют в различных конкурсах, занимают весомые места. Для них это такой способ, возможность определиться в своей дальнейшей судьбе. Для Василисы это не первая работа в конкурсе. Кроме того, два года подряд она входила в число номинантов на получение губернаторской стипендии «Молодые таланты». «Игры будущего» – первые соревнования с необычным названием пройдут в следующем году в Казани. Их суть – совмещение компьютерного и классического спорта. А кубок этих соревнований побывал в Ульяновске. Его презентовали руководители сразу двух российских регионов, а также олимпийская чемпионка фигуристка Камила Валиева. О том, как выглядят трофеи, где он был до Ульяновска и куда отправиться дальше – Игорь Кранцев. Путь трофея «Игр будущего» стартовал в Москве. А эти кадры сняты на границе нашей области и Татарстана. Именно в соседнем регионе кубок побывал до Ульяновска. И в итоге, несмотря на снегопад, добрался до места назначения. Кстати, перевозят кубок на УАЗе. А это уже Волгоспорт-арена. Именно этот спорткомплекс стал основным местом дислокации трофея, состоящего из пяти прямоугольных пластин. Он станет символом «Игр будущего». Я уверен, что он получит очень большую популярность на явление физика. В нашей Ульяновской области созданных трофеевших кинеративных пластин. Обращайтесь к счастью. Дети. Спаси. Верьте себя. Изучайте что-то новое. Суть «Игр будущего», трофей которых представляли главы Ульяновской области и Калмыкии, в объединении виртуальной и обычной реальностей. И, возможно, это способ оторвать молодежь от компьютеров. В этом и есть уникальность соревнований. Есть и название «Фиджитал Спорт». Судя по всему, настоящие спортсмены не возражают. От их лица на церемонии в Ульяновске выступила фигуристка Камила Валиева. В Ульяновске уже развивают почти два десятка видов компьютерно-реальных дисциплин. Зрителям показали керлинг и гонку дронов. Суть подсчета очков проста. Сначала команда играет в приложение, которое виртуальное, и потом компьютерное. И потом, когда играет уже вживую, количество счет одного-второго суммируется и побеждает тот, у кого больше очков. Это были показательные выступления, а вот настоящие игры будущего пройдут в феврале-марте будущего года в Татарстане. Это будет первый подобный турнир. Обещают, что соревнования станут международными. В программе 21 дисциплина. Совершенно разные направления. Мне кажется, у каждого есть возможность найти что-то свое, что-то для себя. Например, есть соревнования по фитшитал-футболу, когда игроки сначала соревнуются в футболе 3 на 3, а затем играют в FIFA. А до того их трофей ждет продолжение путешествия, которое началось ровно за 100 дней до соревнований в Казани. Из Ульяновска кубок отправится в Самару. Ну а затем побывает в Оренбурге и Уфе. Конечной же точкой маршрута станет космодром Байконур. Там трофей окажется 1 декабря. Копию кубка отправят в космос. А вот каких высот достигнет идея объединения спорта и виртуальной реальности, покажет время. Лучшие и в кумите, и в ката. Ульяновские каратисты собрали медали в Самаре. Там в минувшие выходные состоялись всероссийские соревнования по кёке, синкай, самарский кайман. В турнире приняли участие более 500 спортсменов всех возрастных категорий из 20 регионов страны. Они состязались в дисциплинах кумите, ката, кубадо. Наша команда привезла домой 10 золотых медалей, 4 серебряных и 5 бронзовых медалей. Среди победителей Алина Халитова спортсменки дали приз не только за победу, но и за лучшую технику. У 19-летней девушки были самые тяжелые упорные бои. Мы шли на равных, то есть первые 3 минуты отодрались, бой признали равным, потом еще 2 минуты отодрались, тоже признали равным. Взвешивание объявили, разницы в весе было недостаточно. И последние было 2 минуты. Это было уже решающе и выложилось полностью. После 7 минут боя Алина победила. Ребята из спортивной школы имени Дмитрия Разумовского сейчас готовятся к первенству мира, которое должно состояться в Казахстане, в Алма-Ате. Оно пройдет 25 ноября. И о погоде. А у меня на этом все. Я благодарю вас за внимание. Хорошего вам дня. Сегодня в Ульяновской области ожидается облачная погода без существенных осадков. Атмосферное давление будет падать. Ветер западный умеренный. Температура воздуха днем по области от 6 до 11 градусов мороза. В Ульяновске минус 8, минус 10. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова